Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. В Беларуси появится народный контроль за ценами. Комитет госконтроля проверяет установление тарифов на услуги ЖКХ по всей стране. Подведены итоги Гомельского экономического форума. Интервью с экспертом. А теперь обо всем подробнее. Национальный банк Беларуси рассматривает возможность снижения ставки рефинансирования на 1-2% до конца года. Как известно, в последний раз она снижалась с 19 апреля до 14% годовых. Всего же с начала года ставка рефинансирования потеряла 4% пункта. К другим новостям. В Беларуси появится народный контроль за ценами. Напомню, Федерации профсоюзов заявили о намерении заняться изучением цен. В группу по мониторингу войдут представители социально-экономических отделов всех областных объединений профсоюзов. Контролировать намерены цены на социально значимые группы товаров. Данные официальной статистики сравнят с практической реализацией ценовой политики на местах. То есть проанализируют различия между заявленной ценой на товар и его фактической стоимостью в конкретных торговых точках. Данные мониторинга ежемесячно будут передаваться в правительство. Взаимодействовать в обеспечении ценовой доступности товаров и услуг с Федерацией планирует Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Члены рабочей группы ежемесячно обязаны делать средства стоимости продуктов питания в магазинах, крупных сетевых и шаговой доступности. Мониторинга хватит объекты не только в столице и областных городах, но и в некоторых районных центрах. Вся информация будет втекаться в Федерацию профсоюзов Беларуси, где специалисты проведут ее детальный анализ. Например, среднюю цену на ту или иную группу товаров, которые коррелируются с потребительской корзиной, сравнятся с средней заработной платой работников по стране. Таким образом, получится оценить, может ли среднестатистический гражданин позволить себе базовый набор продуктов и какую долю в его доходах составляет сумма, потраченная на их приобретение. Планируется также сравнивать минимальный размер цен на товары потребительской корзины с минимальной заработной платой. Кроме того, будет сделан срез и по отраслям. Так, профсоюз работников торговли будет осуществлять мониторинг цен на одежду, белье, обувь. Профсоюз работников здравоохранения на лекарства и средства гигиены. Профсоюз работников транспорта и коммуникации на услуги транспорта. Профсоюз работников связи, соответственно, на услуги связи и так далее. Также профсоюзы предполагают не упускать из виду и вопрос платежеспособности населения, касающийся оплаты коммунальных услуг. Как известно, Беларусь постепенно уходит от перекрестного субсидирования. И планируется, что до конца следующего года жители страны будут оплачивать коммунальные услуги на 100%. Кстати, комитет госконтроля в течение месяца проверял установление тарифов на услуги ЖКХ по всей стране. Специалисты изучали их себестоимость в каждой организации. Все предложения КГК будут оформлены до конца мая. Отчет по каждой области представят главе государства. В комитете госконтроля отметили, что анализируется работа не только непосредственно организаций системы ЖКХ, но и смежных организаций, которые имеют отношение к сфере коммунальных услуг. Напомню, повышение тарифов на услуги ЖКХ в этом году не планируется. Возможно лишь их индексация. Она будет проходить в пределах ежеквартального темпа роста номинальной зарплаты. Идем дальше. Министерство по налогам и сборам изыскивает резервы для снижения общей ставки НДС. Ведомстве отмечают, что поскольку Беларусь находится в Евразийском союзе, то необходимо создать такую налоговую систему, которая бы не была обременительной, а стимулировала развитие предпринимательской деятельности. В структуре доходов бюджета, кстати, основная доля приходится как раз на налогно добавленную стоимость – около 30%. Вторым по величине поступлений доходным источником выступает подоходный налог. На протяжении пяти лет его доля находится на уровне 14%. Доля налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности, таможенные, пошлиные сборы составляет порядка 12%. В связи с ухудшением финансового состояния субъектов хозяйствования, вызванным неблагоприятными внешними факторами девальвации белорусского рубля, на протяжении нескольких лет уменьшается доля налога на прибыль в общих доходах консолидированного бюджета. Кстати, партнеры Беларуси по Евразийскому экономическому союзу имеют несколько иную структуру основных доходных источников. Так, в России это налог на добычу полезных ископаемых и налог на доходы физических лиц. Продолжаем выпуск. Подведены итоги Гомельского экономического форума. Напомню, в этом году он собрал более 600 участников из 16 стран. Подробнее о результатах форума я побеседовала с первым заместителем председателя комитета экономики Гомельского облсполкома Андреем Сапко. Андрей Петрович, судя по количеству участников, можно говорить об успешном проведении экономического форума? Как результатом, одним из результатов работы форума явилось подписание 15 соглашений о реализации инвестиционных проектов. На сумму порядка 70 миллионов долларов США данные инвестиционные проекты предполагают создание более тысячи рабочих мест. А Вы можете рассказать о самых интересных инвестиционных проектах? Это два инвестиционных проекта на сумму 8 миллионов долларов США. Один из них будет реализовывать наше белорусское предприятие «Спартак» по выпуску вафельных батончиков и конфет на своих производственных мощностях. А также инвестор с корнями датскими будет реализовывать инвестиционный проект по нанесению полимерного покрытия на металлоконструкции. Данный проект будет реализовываться в Мозорском районе. В социальных сетях активно новость обсуждается о том, что в Гомеле появится Макдональдс. Расскажите, так ли это и что его создание станет именно результатом тоже экономического форума подписания нового договора? В рамках форума подписано несколько соглашений о создании объекта общественного питания на территории города Гомеле. Одним из претендентов на создание данного объекта являются представители известной сети быстрого питания «Макдональдс». Заявилось не только этот крупный сетевой представитель общественного питания, но и другие. Поэтому город Гомель будет определяться, кому он даст первый приоритет в создании данного объекта общественного питания. Но это действительно так. О сроках еще рано говорить, когда это может появиться? Данные инвесторы готовы начать реализацию проекта, как только будут оформлены все формальности, как то с земельными участками, технической документацией на строительство. И данный проект, скажем так, инвесторам заявляется к реализации, это от года до двух лет, то есть буквально. То есть они это делают очень быстро, это типовые проекты. Данная точка общественного питания, сетевая, будет предполагать, как покушать, скажем так, стационарно, а также и с машиной можно будет приобретать, скажем так, быстрый перекус. А площадка не определена еще? Площадка будет находиться в центре города, в удобном месте. Ясно, секрет до конца не открывайте, но уже понятно примерно где. Скажите, пожалуйста, появились ли во время экономического форума у нас какие-то договоры с новыми странами, с новыми партнерами? В рамках заключенных соглашений о реализации инвесторного договора к нам планируют зайти, скажем так, капитал датский по нанесению полимеров, скажем, на металлоконструкцию в Мозорском районе. Капитал США по реализации строительства мини-тест на наших местоперерабатывающих предприятиях. Российский капитал крупнейшей компании в России по производству пищевых пленок для упаковки. Хотел бы отметить еще, что в рамках проведения данного форума между Гомельской областью и автономным краем Воеводина, Республика Сербия, было подписано соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. То есть с нашей стороны подписывал губернатор нашей области, председатель правительства автономного края. Это достаточно тоже крупный документ, который, скажем так, добавил в копилку соглашение между, скажем, нашим регионом и регионами других стран. В этой рубрике я познакомлю вас с ценами на рассаду цветочные и ягодные кустарники. Огуречная рассада стоит рубль за десяток, рассада перца – 2 рубля, капусты – от рубля до 2,5, помидоров – 2,50, цветной капусты и баклажанов – 3. Розовый куст стоит от 4 до 5 рублей, куст малины – от 2 до 10, 10 кустов клубники – от 2 до 10 рублей, земляники – 2,50, голубики – 8, ежевики – 10. Десяток бархатцев, астр, агератума, вербены и петуний – стоит 1,5 рубля, сальвии – рубль, гацании – 2, бегонии – 4, пеларгонии – 5. На этом у меня все. Встретимся через неделю.